пивной алкоголизм как избавиться вы наверняка слышали такую формулировку как пивной алкоголизм наркологии конечно этого термина нет но сама проблема существует от зависимых я часто слышу оправдательное я только пиво пью но я считаю что слабоалкогольные напитки наносят больший вред здоровью в сравнении с высокоградусным алкоголем за большого количества примесей и избыточного содержания воды пожалуй пивной алкоголизм самая коварная форма зависимости от алкоголя давайте рассмотрим слабоалкогольный напиток содержанием спирта пять процентов одна бутылка пива 25 грамм спирта две бутылки 50 получается что две бутылки пива сто двадцать пять миллиграмм водки а если пиво покрепче допустим 9 градусов выпито будет не две бутылочки а больше уже весомо да еще и почки нагружаются лишней жидкостью которую нужно фильтровать а соленые снеки употребляемые в качестве закуски удерживают в объеме циркулирующей крови избытке воды вследствие чего увеличивается поперечное сечение сосудов и падает давление но через время давление подскакивает появляются отеки случается это в тот момент когда компенсаторные механизмы перестают справляться длительное употребление пива подталкивает к развитию гипертонической болезни аритмии с роза печени ожирение гормональной дисфункции и других заболеваний организму тяжело даются такие нагрузки как постоянное изменение артериального давления развивается сердечная недостаточность выпить после работы пиво это то же самое что после секса выкурить сигарету навязанный тип поведения также свое время пивные компании связали пиво и футбол казалось бы две несовместимые вещи спорт и нездоровый напиток который делает из крепких поджарых мужчин пузатых мужичков с гинекомастией и красным лицом удивительное сочетание еще один интересный момент в продолжении темы навязанного поведения и того как сми охраняют нас от этого вспомните 2012 год в котором окончательно запретили демонстрацию пива приравняв его к остальным алкогольным напитком и что произошло после этого нам стали показывать безалкогольное пиво тех же производителей которая ничуть не меньше напоминает о существовании всей линии продукции подталкивает к употреблению алкоголя и уже не говорю о том что некоторые производители пива рекламируют безалкогольную разновидность своего товара который даже нет в продаже странно сработал новый закон также еще один из навязанных ритуалов это фисташки лещ и раки которые должны употребляться исключительно с пивом хотя насколько я помню с лещом всегда подавали к картофель мундире а не алкоголь не знаю может быть это конечно мои личные воспоминания но взаимосвязь с пивом укоренилась теперь например раки без пенного многими воспринимаются в штыки мол что за извращение раки без пива иногда человек страдающий пивным алкоголизмом оправдывает свое пристрастие тем что получает удовольствие именно от вкуса напитка это сомнительная история есть огромное количество не менее интересных напитков не содержащих спирт например чай морс чайный гриб или квас и нет особой разницы для здоровья какое пиво пьет зависимый разливное живое импортное или благословленное оно всегда вредно но не могу не заметить что люди употребляющие пиво в пластиковых бутылках страдают от последствий куда сильнее видимо сказывается отравляющие действия пластиковой упаковки которая вступает в реакцию со спиртом а если проанализировать содержание глюкозы в этом мужском напитке то станет очевидно что он не уступает по количеству сахара детскому лимонаду попробуйте разлить пиво на пол через 20 минут вы прилипните подошвой обуви к этому месту также как после пролитой колы поэтому у лиц страдающих пивной зависимостью развивается сахарный диабет второго типа на практике люди регулярно употребляющие пиво даже в небольших количествах также подвержены высокому риску впасть в алкогольные делирии белую горячку привет привет я знаю случаи смертельного исхода из-за панкреонекроза говоря простым языком умирает поджелудочная железа и все это произошло на фоне избыточного употребления пива да в этих ситуациях погибшие выпивали за сутки по 15-20 литров пива но поверьте не очень сложно вместить себя такой объем алкоголя во время хорошего застолья под вкусные креветочки и шашлычок алкоголь улетает незаметно особенно в жару у пива есть два эффекта отличающих его от других спиртных напитков первый это действие вызывающие падение артериального давления что практически всегда дает снотворный эффект и 2 пиво активнее действует на гаммк рецепторы за счет чего и успокаивает нервную систему избавиться именно такого вида зависимости сложнее так как без пива человек становится раздражительным тревожным и испытывает проблемы со сном формируется страх что без заветных двух бутылочек не получится заснуть для страдающих пивным алкоголизмом употребление спиртного напитка зачастую является единственным способом расслабиться отдых на курорте просмотр бокса футбола сериалов приготовления шашлыка и прочие прелести жизни перестают радовать без холодной запотевшей бутылочки пива опасность такой зависимости заключается в том что люди страдающие пивным алкоголизмом редко обращаются к наркологу они уверены что пьют богатый витаминами группы b живительный напиток утоляющий жажду но употребление пива может растянуться на десятилетия и сопровождаться такими же тяжелыми проявлениями адективного поведения мышления как при употреблении иных алкогольных напитков и требует не менее серьезного лечения часто неопытные специалисты рекомендуют зависимым прием транквилизаторов бензодиазепинов например такого препарата как феназепан и этим лечение ограничивается действие транквилизаторов похоже на эффект от употребления пива что является почвой для развития новой зависимости от бензодиазепина также препаратами выбора нередко становятся и другие успокоительные средства такие например как корвалол в составе которого присутствует фенобарбитал вызывающий зависимость не менее опасную чем алкоголизм бывает и так что зависимые совмещают либо чередуют прием успокоительных с алкоголем но это абсолютно неверный и даже губительный путь избавления от пивного алкоголизма так как же помочь зависимым необходимо серьезное профессиональное лечение во первых при попытке бросить употребление пива развивается острый абстинентный синдром требующий курса детоксикации во вторых нужна медикаментозная коррекция психических расстройств вызванных употреблением алкоголя и в третьих зависимый нуждается в курсе когнитивно-поведенческой психотерапии для дальнейшей успешной ресоциализации пивомания это не начальная стадия алкоголизма одна из его форм это предпочтение подкрепленной иллюзии безупречного вкуса безвредности и причастия к футболу а